Я для себя подчеркнул с точки зрения подходов, и у него спрашивают, вдохновение вы же рисуете, вы разрабатываете новые модели. Тем более он говорит, что если оказывается на Ауди, я стараюсь понять историю вообще завода, этой марки или этой модели, всю начинку, процессы, которые происходят. То есть во все это вникнуть, чтобы потом уже облегчить это все в очень красивую форму. И у него спрашивают, Шкода собирается каждые полгода выпускать новую модель. Как же вы успеете? Он говорит, мне не нужно работать, это моя жизнь, я это делаю постоянно. То есть это как бы утром, вечером, днем я ем, я двигаюсь, общаюсь с детьми. То есть я делаю это постоянно, это моя жизнь. Мне это не в тягости. Но в то же время, с точки зрения мысли. У него спрашивают, какого у вас автомобиля, он говорит, у меня разные. Все такие не особо дорогие простые автомобили. В том числе, по-моему, это Фабия, еще что-то там. Даже какая-то Джатти. Ну какие-то модели, которые не особо такие, сторонние каких-то еще. И у него спрашивают, а почему вы какой-нибудь суперкар не возьмете, какой-нибудь гоночный автомобиль. Он говорит, знаете, я даже об этом не думаю. И добавляет. Потому что из своей жизни, за свои 38 лет, он говорит, я понял, что мысли очень быстро материализуются. Я говорю, не хочу какой-то там себе супер скоростной автомобиль, поэтому даже и не думаю об этом. Мне тоже понравилось. То есть человек в свои 38 лет, в общем-то, насколько у него это получается, он сосредоточен на своем рабочем процессе. Даже та же самая Бугатти не просто так появилась. Он говорит, это кропотливый, каждодневный рабочий процесс. И потом уже то или иное происходит. То есть здесь мысли, они очень быстро материализуются. Я вижу это в жизни. Поэтому я о каких-то вещах даже не думаю, не сосредотачиваюсь на них. В этом контексте опять же. То есть вот эта атмосфера положительного, атмосфера правильного, она, конечно, должна постоянно присутствовать. И вот чтение таких хороших вещей, оно, конечно, облагораживает. И вот здесь, из последней главы, последняя цитата на сегодня, чтобы уж дали вас не утомлять, и вы особо вопросы тоже задавать не будете. Это глава уже триумфа. Триумфы в обоих мирах. Разные варианты ответов. Ну, не знаю. Или, может, я так как бы к каждому такому отношусь с таким теплом, к каждой книге, которая имеет то или иное отношение. В данном случае, как написан составитель. Но мне нравится, конечно. Мой ответ. Мы имена ставили. Здесь свои все имена. Так как ничего личного нету. Здесь просто свои имена, родные. Ну, как там люди подписывались, так мы и ставим. В данном случае, подпись Анна. Относительно триумфа в обоих мирах. Достичь триумфа в обоих мирах, отвечает эта девушка. Достичь триумфа в обоих мирах, способен человек с красивой душой. Человек, который смог через определенные внутренние трансформации, путем благородных поступков, чистых намерений и созидательных мыслей, приблизиться к Богу уже здесь, на земле. И который продолжает расширять и углублять эту связь. Все хорошо. Достичь триумфа в обоих мирах, способен человек с красивой душой. Человек, который смог через определенные внутренние трансформации, путем благородных поступков, чистых намерений, созидательных мыслей, приблизиться к Богу уже здесь, на земле. И который продолжает расширять и углублять эту связь. Для такого человека повседневная жизнь перестает быть рутиной. Она становится творчеством. Его земные деяния творят его жизнь. Жизнь вечную. Не обязательно совершать необыкновенные подвиги, простых человеческих качеств, таких как трудолюбие, самоконтроль, неприятие сплетен, щедрость и умение не осуждать, умение не реагировать на хамство достаточно. То есть таких простых качеств достаточно. Список можно продолжать и продолжать. Каждый день такого человека наполняется благодарностью Богу. Каждый новый день дает очередную возможность изменить себя действиями, мыслями, намерениями и словами. А значит и мир к лучшему. Земная жизнь неразрывно связана с тем, какой она будет в нашей вечности. Триумф в любых мирах – это победа над самим собой, теми качествами, которые мешают нам расти. Победа над неблагодарностью, над эгоизмом, честлавием, обидчивостью, завистью, гордостью, над эмоциональной несдержанностью. Все это делает своими Всевышнего. И из любви к Нему, чувствуя любовь Бога к себе, ощущая его постоянное присутствие рядом с собой. Человек стремится быть достойным его, Всевышнего любви, а не пускаться во все тяжкие, уповая на то, что, мол, Аллах, все милости, все прощающие. Триумф в обоих мирах – триумф внутренний, вечной красоты над красотой временной. Это бесстрашие – умение полагаться на Господа своего. Это умение думать о других и относиться к ним, как к созданиям Божьим. Это стремление приносить людям пользу, пусть даже незаметную и, на чей-то взгляд, незначительную. Анна как раз сказала, что такое триумф в обоих мирах. На этом, господа, все. Вопросы, если у вас есть, я постараюсь ответить. У нас сегодня такое было интересное звуковое сопровождение этой пилы или что там. Владимир, ну что же, понимаешь, не отрегулирует вопрос. Но, видно, я думаю, все к лучшему. Микрофон вам. Ну, смотрите, если вопросов нет, так это вообще великолепно. Интересно, ложку меда мне в этот кофе положили? Нет. Положили, да? Чуть какая-то маленькая, наверное, была. Куда? Удачи. Нет. Удиведение. Не надо. Микрофон можно сюда дать? Есть он? Я в некоторой время жил с ребятами, которые являются выпускниками турецких школ. И в тех домах, где они там живут, сочетают, может, лицерктуру на турецком языке. И там авторы, там, где-то куда-то были, заигрывались. Вот как Вы смотрите на эти авторы? Они проходят уже через матьяк своего лета? Не, я понял. Когда я был в свое время студентом, то на определенном этапе читал только учебники. Конечно, меня на том этапе очень здорово утомляло, много приходилось заучивать. И текст был такой, ну, слишком теоретический, сухой. А заучивать приходилось издавать экзамены письменные, устные, ну, сотнями страниц. Сто, двести, триста. Богословские полемики разные. И в том числе являясь студентом, порядка шести с половиной лет, я столкнулся с самыми разными национальностями. И языки какие-то новые для меня открывались наряду с арабским. И в том числе самые разные национальности. Для меня это дал очень большой, конечно, жизненный опыт. И несколько национальностей из числа 30 с лишним дагестанцев национальностей. То есть аварцы, даргинцы, чеченцы, узбеки, таджики, самые разные, башкиры. Самые разные национальности. И все это в общей сложности, эти учебники. Ты пересекаешься с теми людьми, которые непосредственно находятся под одной крышей. Они разные все. На одном этапе одна национальность, на другом этапе, с другой национальностью сталкиваешься. И на каком-то этапе я начал читать дополнительную литературу на арабском, в том числе на турецком. Ну, решил для себя, взял словари, решил для себя подтянуть в том числе и как бы... Так, тюркская одна группа, подтянули для себя эти, в том числе и турецкий язык. И он мне много дал положительного. Современные авторы самые разные. Там, даже помню, Карканче, такой один худжа есть, турецкий. Какой-то из его книг читал, мне очень интересно. Именно турецкий подход очень интересный, оригинальный. Он мне очень нравился. И в том числе современных авторов арабских тоже довольно интересный. Поэтому, я считаю, что, с одной стороны, кругозор должен быть достаточно широким у человека. А то, что там, книги в сайте инверсии попали под некий такой запрет. Ну, я думаю, это, как сказать, идеологическая или интеллектуальная такая серьезная ошибка. Потому что, ну, абсолютно безобидный автор и такой очень миролюбивый, толерантный богослов. Что касается духовного управления, то, понимаете, здесь подвести все под какой-то стандарт одобрения, да. То есть, ну, по сути дела, в мусульманской культуре такого нет. Даже в одном из этих субболя говорится, что Всевышний дает людям пути. То есть, пути очень много. Это вот книга «Все увидят ад». Если от начала до конца ее прочитать, там как раз поймется. То есть, порой люди, которые сталкиваются с мусульманской культурой, попадают в какое-то такое окружение сугубо какое-то, ну, такое ограниченное. Им говорят, что вот только этот путь и больше никакой. А все остальные там, они заблудшие. Такой ход и такой подход, он категорически неверен. Потому что пути много. Очень интересных авторов, очень интересных богословов и прошлого, и настоящего. И здесь, и тем более, что мусульманское богословие – это такое разнообразие книг по самым разным тематикам. И взять, например, даже там супер умных современных ученых собрать, чтобы они там вычитывали и давали свое разрешение на то или иное. То есть, ну, с точки зрения мусульманской культуры, я считаю, это неправильно. То есть, что вот это все равно будут говорить люди, которые что-то знают, что-то не знают. Это как интересно для себя, когда один материал писал, если жена стала мусульманкой, материал, по-моему, да, в свое время. И эта тематика, то есть, я сталкивался с этой ситуацией, и люди порой ко мне приходили, спрашивали, я им отвечал. И вот там интересный момент был. То есть, я нашел эту тему в том числе у Юсуфа Карнави, нашего современника.